13 сентября единый день голосования. Выборы в Курской области, в ходе которых жителям региона предстояло избрать депутата Государственной Думы по 110-му одномодатному округу, репетировали в Москве. В Центральной избирательной комиссии за две недели до самого события протестировали работу системы электронного дистанционного волеизъявления. Такой формат используют впервые в нашем регионе и в Ярославской области. Чтобы проголосовать удаленно, нужно было иметь подтвержденный профиль на портале Госуслуг и подать соответствующее заявление. Логичный этап цифровизации нашей повседневной жизни. Мы сегодня покупаем билеты в цифровом виде, мы заказываем гостиницу. То есть мы настолько глубоко погрузились в этот цифровой мир, что поняли, что это очень удобно, надежно и комфортно. В ходе тестирования специальные ключи для шифрования, всего их пять, разделили и поместили на хранение. Только собрав их вместе, можно узнать итоги дистанционных выборов. Тестирование провели по трём избирательным округам. Один условный для экспертов, выбирающих лучшее место отдыха в России, два реальных для жителей Ярославля и нашего региона. Куряне голосовали за лучшую достопримечательность Соловьиного края. В итоге с уверенным отрывом победила Коренная пустынь. Вторую и третью позицию поделили две усадьбы Афанасия Фета и Марьина. Явка на условных выборах превысила 26%. Сбоев система не дала. Мы считаем, что для первого раза очень даже хорошо. Главное, чтобы это всё было естественным. Люди услышали, увидели, заинтересовались и попробовали проголосовать. Эксперимент по дистанционному голосованию прошёл в 2019-м на выборах Мосгордуму. На голосовании по поправкам Конституции этим способом могли воспользоваться жители Нижегородской области и столицы. К примеру, именно так сделал заместитель губернатора Курской области Вячеслав Берзин, москвич по прописке. Так что опыт в избиркоме накоплен достаточный. Если вот этот эксперимент покажет свою жизнеспособность, а я уверен, так и будет, тогда, возможно, это федеральные выборы Государственного Дума в следующем году тоже можно будет голосовать электронно. В избиркоме подчеркнули, главное – обеспечить прозрачность и защиту персональных данных от кибератак. Разработанная платформа позволяет это сделать. Это позволяет нам гарантировать высокую достоверность учётных записей и стопроцентную идентификацию тех граждан, которые подают заявление на участие в дистанционном электронном голосовании и получают такую опцию. Но дистанционные выборы не подменили привычный способ с бюллетенями и урнами. Тот, кто хочет и привык традиционно голосовать, у него должна оставаться, не только оставаться такая возможность, но и, скажем, она должна расширяться. Поэтому введение дистанционной формы – ответ на запрос общества. Сегодня в России число пользователей интернетом практически сравнялось с количеством избирателей. Явка среди избирателей, которые записаны на дистанционном голосовании, ниже 90% никогда не опускается. То есть туда идут люди, которые верят, которым это удобно, и они этим пользуются. Аналогичная процедура разделения ключей для дистанционного голосования позже прошла и в избирательной комиссии Курской области. В нашем регионе этот новый удобный способ волеизъявления выбрали в итоге более 13 тысяч человек. Хранить ключи доверили членам избиркома. Те лица, которые наделены правом допуска к частям ключей, они несут персональную ответственность за их хранение. Потому как при их соединении, хотя бы при отсутствии одного ключа, может быть расшифрованы сведения, итоги голосования. Но при отсутствии двух ключей уже расшифровка таких результатов будет невозможна. Избирательные участки открылись в 8 утра по Москве 11 сентября. В связи с эпидобстановкой голосование решили проводить в течение трех дней, чтобы избежать скопления людей. Право голоса у 450 тысяч жителей железнодорожного и сеймского округов Курска, города Щегры, 18 муниципальных районов области. Помимо депутата Госдумы, курянам предстоит определить более тысячи народных избранников, представительные органы муниципальных образований. Комиссии обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты. На входе избирателям измеряют температуру, выдают маски и перчатки, обрабатывают руки антисептиком. При себе только паспорт. На время выборов курские силовики перешли в режим повышенной готовности. Спасатели провели более 300 практических тренировок по эвакуации, почти 3000 инструктажей для тех, кто будет работать на участках. Главный спасатель региона Иван Лунев в связи с большой занятостью голосовал как раз дистанционно. Интересный подход, очень просто все. Захожу в раздел госуслуги и вот я получаю контакт, мои выборы, захожу и голосую. Я уже это продемонстрировал и уже сделал. Курянка Елена Сергеева тоже решила попробовать новую технологию на себе с интернетом. Женщина на «ты», поэтому сложностей не возникло. Работа тяжелая, некогда и дистанционное голосование удобно тем, что быстро, не выходя из дома, можно проголосовать. Можно проголосовать, делая свои домашние дела. Все понятно, все очень просто. Это занимает буквально ну три, ну максимум пять минут, если вдруг что-то с интернетом. А так это очень быстро и легко. Для пожилых маломобильных курян предусмотрена возможность голосования на дому. Любой человек, желающий проголосовать на дому, не имеющий возможности или прийти на избирательный участок, или опасающийся в случаях сейчас пандемии, может подать эту заявку. Просто позвонить по телефону. У нас многие заявки подают и старшие по дому, и соседи. Но и очное голосование никто не отменял. В субботу утром на свой избирательный участок пришла Ольга Ларина, финалист конкурса «Лидеры России», проректор по науке и инновациям Юго-Западного госуниверситета. Отдать свой голос на выборах для нее особенно важно, ведь на конкурсе ее наставником стала как раз председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Лично для меня это принципиальный вопрос. Мой голос важен, так же, как и голос любого человека, любого гражданина. И как житель моего родного региона, моей страны, моей родины, я имею право и обладаю всеми возможностями участвовать в выборе и определении будущего меня и моих детей. Куряне активно приходили голосовать с самого утра. Вот, например, участок в 38-й курской школе. С утра зайти, отдать голос и дальше уже заниматься своими делами, чтобы распланировала вот так свой рабочий день. На избирательных участках дежурили волонтеры, помогали курянам соблюдать эпид-требования. Валерия Клименко доброволец со стажем в 4 года. Уверена, помощь нужна всегда и везде. Волонтеры нужны в разных случаях, потому что есть маломобильные люди, которым надо помогать. Иногда вот на участках надо именно вот проверять температуру, потому что, к примеру, людей не хватает, персонала не хватает. Куряне к такой помощи относятся с благодарностью. Спасибо вам. Желательно, чтобы все обещания, которые дают гепутаты, выполняли. А мы ему новые приготовим. В ходе трехдневного голосования, по данным избиркома, нарушений на участках не зафиксировали. По состоянию на 12 часов 13 сентября явка на выборах составила 31%. На дистанционных, как и ожидалось, она заметно выше – больше 85. Окончательные итоги подведут в понедельник, 14 сентября.